здравствуйте дорогие друзья я хочу вам сказать огромное спасибо за ваши комментарии под предыдущем видео номер 80 вы мне очень 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 сильно помогли несмотря на то что все мнения там были разнополярные но тем не менее можно было их как-то сгруппировать в основные там пару-тройку направлений есть часть мнений с которыми я не согласился это то что касается станка r89 потому что понимаю что глупо но тем не менее поставил перед собой задачу опять же мы вместе к этому пришли протестировать лезвие и протестировать станки если тестировать лезвие r89 не подходит несмотря на то что он достаточно распространен и он до легенда чтобы тестировать лезвие на мой взгляд тут нужен станок который практически с любым лезвием будет работать чтобы не было как можно вероятнее осечки и чтобы можно было получить как больно можно больше информации на сегодняшний день я знаю только один такой станок это роквилл 6s но опять же он не все может заменить и он может побрить любым лезвием как бы он не сгладил всю картину именно поэтому исходя из того что вот вы сказали под последнее видео я пришел к выводу что тесты нужно будет проводить на двух станках это роквилл 6s на четвертой плите это же легенда голова r41 одна сторона на одном станке другая сторона на другом станке но лезвие будет одно и то же если вы считаете что я не прав но еще не поздно переиграть пишите в комментариях что же касается теста станка станков тут нужно было тоже как-то знаете не пукнуть под водой не пальцем в небо выбрать такое лезвие которое в принципе то в каждом станке сыграла но это тоже проблема потому что как вот неоднократно ребята вы замечали что обычно правило она всегда работает если агрессивный станок мягкая лезвие если мягкий станок агрессивная острая лезвие где такое лезвие возьмешь то вот вот хрен то там такого пока нет поэтому в этом плане я решил остановиться на варианте физер и персона возможно возможно если вы аргументированно как-то подтолкнете к этому дадите свои аргументы то персону можно будет заменить на астру и вот именно этими лезвиями тестировать те станки которые у нас есть в нашем распоряжении и это еще не все парни я не знаю что то остапа повесло и решил сделать еще третью таблицу собственно я и уже начал делать и опять же к этому меня подвигли вы сами потому что последнее видео там в трех четырех местах ребята упомянули на каких станках какие лезвия не пользуют и что им заходит и подумал а зачем это терять ведь много людей в поиске вот допустим новичок или середнячок берет какой-то новый станок и думает какие же лезвия взять и я взял всю ту информацию которую вы оставили под 80 видео в комментариях я ее занес таблицу отсюда у нас в принципе с вашей помощью может получиться три таблицы первая таблица это по агрессивности станков вторая таблица это мы попытаемся как-то писать лезвие и третья таблица с какими лезвиями тот или иной станок лучше всего играет понимаю что все достаточно субъективно что все люди разные кожа щетина у них разная тоже но тем не менее хоть какие-то ориентиры мы расставить можем поэтому ребята вот под комментариях под этим видео не только вот на эту тему прошу вас высказаться но и буду очень благодарен если вы напишите на каком станке какие лезвия вам заходят не обязательно то что у вас есть сейчас возможно когда-то было вот эта информация мне чрезвычайно вы пригодилась и все это я сведу в таблицу но сегодня сегодня начинаем тест тест лезвия я подумал из чего же начинать как не самой легенды то собственно физер это не единственная легенда на мой взгляд и персону и не вею и многие другие лезвия можно в класс легенды занести но физер это все-таки физер на сегодняшний день это самая острая лезвия острее его пока еще никого ничего не признали так давайте же с него и начнем а тестировать начнем как я вам и говорил 41 голова и рокфелл 6 с на 4 плите пожалуй 41 чтобы ну да да давайте наверно все-таки мысль такая пробежала что может быть заряд 41 потому что как шарахнет шарахнет сейчас после 41 там уже на року или не почувствует потом залезли да как там залезли но тем не менее мужик сказал мужик сделал давайте начнем 41 что касается мыло благодаря александр мы сегодня распал будем вернее располагать очень интересная линейка из америки штат нью-йорк это рапсодия рапсодия у нас будет сегодня и только мыло для бритья но и также автор когда александр давался эту коробку он примут прямо акцент сделал вадима будешь показывают ребята вот это мыло пожалуйста и вместе с авто шеевым там горит якобы какой-то вообще супер пупер офигительный там бомбический эффект будет вот давайте проверим настолько ли это правда ну в любом случае даже если бомбического не будет то я думаю что классный то эффект должен быть сейчас мы с вами начали сделаем пришей фирма американская расположена в нью-йорке об этом я уже сказал по моему с 50-60-х годов прошлого столетия они занимаются этой работой у них очень мощная линейка вышла нью-йорк и вот насколько я понимаю рапсодия это на пиво на ту же тему то парни пахнет пахнет блин запахи несколько конечно утрированы утрированы не смысле что они видоизменены а смысле что человек который делал эту линейку у него в образе был центр центр парк кто не знает это офигительный такой массив там много дорожек много лужаек много деревьев даже небольшие скалы есть зоопарки есть по моему там даже дельфинарии есть но в дельфинарии я не успел найти а вот по парку мы с любимой погуляли очень и очень даже хорошо кстати ребят забыл сказать благодаря опасной бритвы рф мы сегодня сможем попробовать помазок ханс байер это бюджетная серия барсука на что он способен мы сейчас с вами узнаем но я все-таки хочу напомнить что скидка 10 процентов для нашего канала все еще действует если кому-то вдруг что-то понадобится в опасной бритве вы знаете купон home like не скажу что он чересчур какой-то набитый хотя он имеет размер м диаметр там если мне память не изменяет 22 миллиметра ну вот смотрите работает работает посмотрим что будет дальше так вот централ парк ребят это место отдыха несмотря на то что по фильмам там показывают что там и бандюганы наркоманы ребятам снарядами полиции все в порядке на лошадях на каретах да вы можете покататься на траве поваляться у фонтана посидеть все это есть это просто зона отдыха американцев тем более это ну считай практически центр нью-йорка там все эти avenue five avenue и прочее прочее там тьма тьмущие народу если там какое-то чмо заводится типа там наркоты или бандюганы его вводят сразу махом там полиции для этого хватает более-менее спокойно там можете отдыхать тем более недалеко от центра парка там находится не только православный храм мы еще и наши посольства то есть место такое достаточно присутствие и к чему это все те деревья которые там растут там не только дубы и ясени и прочее прочее там есть и груши так вот именно этим и вдохновился человек да вот это все делаю весна в централ парке когда я почувствовал этот аромат он убойный ну и скорее понятно что в центра парке так не пахнет он утрирован он усилен но вот какие-то такие ноты все таки да все таки есть бодренькая такое мыльца смотрите по мазочек конечно на пол шестого что-то блин вот жалко я сюда посерьезней машинкой не залез вот бы она пыхнула ну пока конечно впечатляет впечатляет я думаю не пойдем мы с вами в чашу будем работать прямо на лице ну пока нравится то пена которую я вижу уж не знаю сработал ли пришив или нет но ощущение такой легкой свежести на лице есть нет ментола там вообще ноль никакого просто вот я это чувствую ребят но он тряпка да он что-то делает но ну скажем так если кто-то любит очень 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 мягкие по мазке вот это вот для него эта тема ну а за пену за пену смотрите таки сами и кстати на лице посмотрите как хорошо сработало я не удивлюсь если в этой американской линейки изначально были заложены те же самые секреты и нам эти ноты что-то уже майкл со вспомните что они по старой доброй английской технологии англичане как вы знаете они не любят использовать чаши они сразу на лицо таки посмотрите работает ну что 41 голова и тестируем лезвие физер с богом читая камешек даже и бинтов жгутов не взял ну ладно вот и вот и вот и вот и вот Ребята, вот на это не обращайте внимания. Я думаю, что это после 80-го обзора, когда мы прогулялись с 89-й головой с лезвием зеленой астрии, я схлопотал такое раздражение, что у меня еще пару дней я ходил, а люди все еще спрашивали, а что у тебя с лицом, что подойдут у тебя вот эти вот пятна. Я думаю, что просто до конца, в принципе, ты не успел восстановиться, поэтому здесь, возможно, что-то маленькое получилось. Но то бритье, которое сейчас мы получили на 41-й голове, и лезвие физер, оно не назовешь каким-то ужасным. Так, четвертое, нет, вторая, вот так четвертое. Мнение сформировалось, и я таки вам скажу, что да, это интересно. Сейчас мы попробуем сделать то же самое, но уже на четвертой плите и Rockville 6S. Вот так. все парни мы закончили все то что с вами намешали в чашечке сейчас я ее помою будет чистенькая там практически ничего не осталось в самом по мазке собралось достаточно изрядное количество а на пену посмотрите просто лялечка нам тут осталось то собственно так чуть-чуть только где-то что-то собрать это что было совсем идеально все парни чистенько дайте мне 6 секунд сейчас все это уберу с меню воду и мы с вами продолжим недавно вчера или позавчера один человек как он написал dmb85 ну по сути моего возраста написал в комментариях под самым самым первым видео номер один которая еще вышла что он тоже брился станками и одноразовыми и кассетниками и тэшками потом перешел на электробритву его мнение таково что вся вот эта вот косметика прочее прочее это гомосятина и скажем так самый лучший автошейф это холодная вода и прочее я не могу с ним согласиться хотя его понимаю да есть такие люди у которых кожа и щетина позволяют так себя вести в наглую бриться чем попало и за это ничем не расплачиваться но судя по всему такие люди которые выходят выпячиваются да вы всему даки а я вот такой вот весь из себя умные надо вот так бриться скорее всего просто не знаешь что есть еще и другие люди другие мужчины у которых не так все роскошное и так все хорошо судя по всему не знаю что такое раздражение мы не научить к хорошие волосы и он не знает что такое бриться и плакать но не плакать но там чуть конца не капает ему это все неведомо и вот он своей планете крутится и решил что все должны крутиться в той же планете так вот дорогой дмб 85 это не так кроме твоей планеты есть еще куча других у каждого своя планета и какая-то планета чтоб указывала другой планете как быть но я считаю это неправильно ну и к нашей косметики ребята у нас остался рапсодия автошейф это из той же самой линейки впечатление о мыле я составил кстати хороший дозатор я думаю что лишнего вы не вытрясти да так оно и есть драпит потихонечку капит помаленечку да там написано что алкогольный но насколько алкогольный там не написано хорошо алкогольный ребят эффект драчевости средней степени присутствует но как же хорошо запахи разные я бы даже сказал что мыло мне больше понравилось мыли больше от весны в централ парке чем вот в этом автошиве рапсодия не скажу что у него плохой запах запах хороший но все-таки есть нем какие-то такие знаете резкие ноты которые местами даже про синтетику напоминают и я не скажу что он плохо сбалансирован но вот эту вот синтетическую ноту которого сейчас вот здесь присутствует я бы своем автошиве не хотел бы видеть а здесь она есть если допустим будем говорить за мыло то мыло совершенно другое да действительно весна до действительно здесь больше природы здесь больше цветов здесь больше найти весна вся проснулась и вот бываешь такой да не бывает у каждого мужика весной бывает идешь и поднимается поднимается настроение поднимается люди улыбаются все прекрасно и И внутри какой-то такой внутренний адреналин. И ты чувствуешь, вот-вот-вот, сейчас завернул за угол дома, и будет оно. Оно случится. Ждешь какого-то чуда. Вот весной это часто происходит. Вот здесь вот есть что-то такое. Здесь есть и запахи от цветов, и запахи от весны, и запахи буйства всего, которое просыпается от зимней спячки. И земляные, той самой земли, которая вот за зиму стасковалась по весеннему теплу. И начинает потихонечку упускать своих разведчиков, типа там цветочки, дуванчики, то-сё. При этом не забывая и запах свой источать. Вот здесь вот это вот всё есть. И оно очень-очень приятно. По пенообразованию, ребят, пять. Просто пять. Про помазок скажу отдельно, но даже с этим помазком увидели, что было. Мало того, что пена получилась быстро, хорошо и плотная, так ещё и на кожу она благоприятно воздействовала. Плюс ещё станки скользили, и не простые станки, а без зоны. Скользили без сучка, без задоринки. По мылу однозначно пятак, ребята свою работу знают туго. И, скажем так, если кто-то думал раньше покупать Рапсодию или нет, ребята, не подведёт. Хорошее мыло, можно брать смело. Что касается Автошеева Рапсодия. Ну, тут, скорее всего, парни на любителя. Тут. Есть какие-то интригующие ноты. Да, есть какая-то созвучность между мылом и Автошеевым. Но всё-таки вот та нота синтетики, которая здесь есть, не пойму какая. Это не нафталин, это не дуст, это не запах пластмассы. Вот что-то синтетическое. Неприродного происхождения. Причём вот из бутылки этого не чувствуешь. А вот когда ты уже всё это нанёс на кожу, вот тут оно проступает ясно. Не знаю, если вот есть люди, кому такие вот вещи нравятся, то да, конечно же, вполне можно брать. По коже. По коже работает хорошо. Чё тут скажешь? Всё нормально. Ни плёнки, ничего. Успокоило. Даже несмотря на то, что я вот старое раздражение 41-м снял, здесь уже всё в порядке. Ни камешка, ничего не использовали, а я уже огурец молодец. То есть свою работу он узнает. По запаху смотрите сами на любителя. Помазок. Ребят, помазок меня озадачил. У него как и положено. Уже три волоска вылезло. Но, когда я увидел, какой он мягкий, я думал, всё, квашня и на пол шестого. А нет. Да, он не стойкий. Да, он мягкий. Но почему-то он хобот свой не опускал, как китайские станки. Почему-то он всё время вот в каком-то вот таком состоянии. Вот видите, вот как сейчас. Он в таком и был. Когда он пошёл на лицо, естественно, ни о каком массаже и речи-то не было. Но он, сука, работал. Он сбил пену. Он полностью всё распределил, нанёс. Я поймал себя на мысли, что это тот помазок, который не будет вам массировать лицо. Но он выполнит честно свою работу по сбитию пены и распределению её на лице. Отсюда. Вывод такой. Если кому-то нужен помазок без эффекта массажа, если кому-то нужно просто сбить пену и нанести на лицо, вот это его выбор. Если же кто-то думает, что там промассировать, что-то промять, то всё, пятое-десятое. Нет, ребят, забудьте. Это не он. Он массировать не будет. Он просто сделает пену и донесёт её до точки А, с точки А в точку Б, не более того. Стоимость полторы тысячи. Ну, тут, видите, тут сразу так и не скажешь. Во-первых, это самый мягкий барсук, которого я когда-либо видел, мягче я уже не видел. Китайский я убираю. Потому что китайский, его когда в воду намочишь, вот, как вот этот сейчас. Вот видите, с него вода капает. Так вот, китайский я вот так вот брал, переворачивал, и у него сразу же вот этот вот, вот так вот, и свисал. Сразу, упс, и уезжал. А этому кофигу. Этот, видите, вот, он ещё как-то держит. Несмотря на то, что я сейчас воду не стряхивал, видите, капает, он с водой. Он всё равно свой хобот не опускает. То есть, вот какая-то такая странная зверушка. Кому нужны мягкие помазки, вы знаете, где их искать. Ну, а кому нужен разминающий эффект, ребят, не тот случай. Итак, к нашему лезвию. Ребят, ну, на мой взгляд, с прошлым бритьём это небо и земля. То есть, 41-ая голова показала, что физер как был острый, так он острым и остался. Никуда он нафиг не делся. Потому что я получал, да, острое бритьё, да, информативное. И я понимал, что я делаю. Но причём острое не запредельно. Острое не такое, как шаветка, и уж тем более не такое, как опаской. Я понимаю, что шаветка и опаска различаются. Если ты опаской идёшь, то там у тебя ощущение, как, знаете, как благородная сталь. То есть, ты вот чуть-чуть вот эту вот тяжесть, вот всё вот на обушок приопёр, и пошёл, и пошёл, и ты чувствуешь, что, знаете, вот эта мощь идёт. А шаветка, она мельче, она легче, и она более злая. То есть, вот как-то вот злее. Да, она острая, но чуть-чуть злее, бреветь. А вот здесь же, вот этой злости не было. Здесь была уверенная, острая работа. Не такая, как у шаветок с опаской, но тем не менее, работа острая и работа информативная. Зацепил прошлое раздражение от Р-89 и зелёной астры, но тем не менее, смотрите, вот, побылись мы с вами просто великолепно. Замечательно. Что касается физера в голове на четвёртой плите Роквелл-6С, ребята, это запредельное ощущение. Запредельное. Умом я понимаю, что там самое острое лезвие в мире, а по факту я получаю какой-то инструмент такой охренительный, что я просто иду и просто сношу всё, что встречается на пути. Здесь какой-то пилот, автоответчик у него стоит, который разделяет свой-чужой. Щетина, свой проходи, шкуру пропускает, эпидермис, кожу, не задевая её практически, не травмируя, а всю щетину сметает. Вот поэтому кодек он и работает. Я просто удивлён. Я вот сейчас даже спроси меня, а чем я, собственно, лучше-то побрился, я сразу-то и не скажу. То есть, вот настолько хорошее, настолько информативное бритьё. Если на 41-й голове Физер 41-й показал себя, как острый, информативный, то в Роквиле 6С на 4-й плите он уже себя показал как бархатный такой, знаете, кот. Не кошечка, а именно кот. Такой уверенный, такой, знаете, вот рысь. Вот она идёт, и она голодная. И она найдёт свою пищу, не сомневайтесь, она её найдёт. И вот точно так же вот там это лезвие работало. То есть, оно, знаете, было настолько информативно, настолько приятно в работе, несмотря на свою корону первого самого острого лезвия в мире, что я даже был, честно сказать, ошорошен. Я вот брился и думал, а зачем туда какие-то другие лезвия оставлять? Я понимаю, что это обманчиво. Я понимаю, что мы и другие поставим. Но это лезвие на самом деле показало себя острым, но не злым в обоих станках. Засим разрешите с вами попрощаться. Следующий обзор, скорее всего, будет уже обзор не лезвия, а обзор станков. И будем использовать тот же самый Физер. А на подмогу те, которые я вам уже показывал. Зеленую астру или израильскую платину. Ну и посмотрим, что пойдет. Если у вас есть какие-то предложения, дополнения и прочее, прочее, ребят, добро пожаловать в комментарии. Пишите, оставляйте. Возможно, кто-то что-то решит подправить, что-то изменить еще пока не поздно. По поводу третьей таблицы, парни, не забывайте, пожалуйста, если у вас есть информация о каких станках, какие лезвия у вас, лично у вас хорошо заходили, будь ласка, отпишите в комментариях, я все это перенесу в таблицу, это будет все документ в экселевском файле. Каждый, который спросит о нем, я даже его вывешу в группе где-нибудь ВКонтакте, сможет скачать и посмотреть. Ну и отдельное спасибо тем парням, их немало, их там человек 10, по-моему, 15 было, кто в 80-м видео, когда я попросил совета, высказался на эту тему, и парни, вы даже представить себе не можете, как вы мне сильно помогли. За это отдельное вам спасибо. Ну, на этом добра, счастья, радости, душистой за фашистой. Если в вашей жизни будут встречаться какие-нибудь такие, знаете, вот интересные, приятные вещи, которые вы могли бы побаловать, вы думаете об этом. Вот это не обманет. А за все остальное думайте, решайте сами. Добра, счастья, радости, берегите себя. С вами был я, Вадим. Пока-пока. До новых встреч. Все, ребята, давайте, удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова